Здравствуйте, меня зовут профессор Вадим Анатольевич Садков. Я являюсь приглашенным куратором выставки «Младшие Брейгели и их эпоха», живопись фламандска и голландска «Золотого века» из собрания Валерия и Константина Маургауза. Мы продолжаем разговор о судьбах брейгелевской традиции в искусстве Фландрии и Голландии 17-го столетия. И сегодня речь пойдет о мастерах фламандского натюрморта. Их главными представителями, конечно, являются Франц Снайдерс и Ян Фейт. И также на примере творчества Йориса Ваннасона и Франца Эйкенса я постараюсь рассказать о характерных особенностях, о характерных тенденциях в развитии фламандского натюрморта 17-го столетия. К тому же прекрасные образцы и творчество перечисленных мастеров представлены на выставке Музея Нового Иерусалима. Свой разговор я начну из... Потому что мы уже говорили о традициях цветочного натюрморта и в колобласть Яна Брейгеля, бархатного. Сегодня мы будем говорить о натюрмортах преимущественно не цветочных, хотя цветы, букеты цветов будут там присутствовать, но не как самые главные, не как доминирующие объекты. Вот перед вами очень известная картина, работа Петруса Кристоса, последователя Яна Вадейко. Это картина, изображающая мастерскую Ювира в образе святого Ильи, который считался покровителем всякого рода мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелирного искусства. Вы здесь видите, какое большое значение, какое важное место в картине инерландского мастера занимает изображение антуража мастерской. И, в общем-то, элементы натюрморта здесь почти на равных с изображениями человеческих фигур. То есть, тяга к изображению объективного материального мира, его красоты, в которой проявляется божественная суть, суть создавшего их бога-творца. Это все мы можем наблюдать на протяжении и 15-го, и 16-го веков. И, собственно, вот здесь мы уже сталкиваемся с почти натюрмортом. Я имею в виду картину Питера Артсена, художника-современника Питера Брейгеля Мужицкого. Картина, изображающая лавку мясника. Но на заднем плане художник помещает святое семейство, которое раздает милостыню бедным. То есть, сюжет картинник все-таки литературный и в данном случае евангельский. Хотя он отодвинут на задний план, но это как раз одна из характерных особенностей искусства магиеризма, когда главные и второстепенные элементы композиции меняются местами. Но посмотрите, как Питер Артсон изображает дословно, буквально и очень выразительно и мясные туши, и голову быка, и битую птицу, и сардельки. Ну, в общем, все то, что бывает как раз в лавке мясника. То есть, интерес к изображению натюрморта, то, что я отмечал в свое время, говоря о букетах цветов Яна Брейгеля Бархатного, он связан прежде всего с появлением частных коллекционеров, которые в большом количестве заказывали произведения искусства для принадлежавших им кунсткамер. И вы сами понимаете, что это произведение, несмотря на внешнюю евангельскую фабулу, оно, в общем-то, является светским по своему характеру, и такую картину вряд ли уместно было бы видеть в виде молильного образа в каком-то храме. И вот теперь мы переходим к творчеству Франца Снайдерса, одного из крупнейших ламанских мастеров эпохи Рубенса. Дело в том, что Франц Снайдерс получил профессиональную художественную подготовку в мастерской Питера Брейгеля-младшего. Конечно, очень трудно найти какие-то точки дальнейшего соприкосновения стилистики и тематики работ с Нассе и Брейгеля-младшего. Но, тем не менее, это факт, подтвержденный старыми источниками. И, получив азы профессионального художественного образования, Франц Снайдерс вступает в анфертонскую гидию Святого Луки и едет в Италию. И не куда-нибудь в Италию, а именно в Милан, где, благодаря рекомендациям Яна Брейгеля-бархатного, с которым он также был знаком, он пользуется поддержкой со стороны кардинала Федерико Баромео, о котором мы уже говорили. Здесь, в данном случае, картина, исполненная в 1620 году и принадлежащая Буркентальскому музею в Сибиу в Румынии, здесь, в общем-то, сохранена примерно та же самая типологическая формула. На первом плане мы видим кухарку с гроздью винограда, на первом плане элементы фруктового, овощного и натюрмортов, а также битая дичь, а на заднем плане, опять-таки, сцена явления Христа ученикам на пути в Эмаус. Хотя, в общем-то, Франц Снайдерс в изображении элементов натюрморта здесь уже в полной мере демонстрирует присуще ему высокопрофессиональное мастерство. Но внешняя фабула, я повторяю, использование некоего известного новозаветного сюжета, она здесь еще присутствует. Но славу своему творчеству Франц Снайдерс искал другими произведениями. Вот это одна из картин знаменитого «Цикла лавок», в данном случае «Рыбная лавка», принадлежащего Эрмитажу. Здесь художник как раз уже отказывается от какой-то внешней литературной или религиозной фабулы, но, опять же, активно включает в свои произведения изображения фигур людей, которые нередко создавали для его картин другие художники. Сам же натюрморт анималистический, если хотите, рыбный в данном случае, он строится на контрасте уже изображения усопшей рыбы, которая, не двигаясь бездыханно, лежит на разделочном столе, и живых существ таковыми выступают кошки, собаки. И надо сказать, что такого рода произведениям предшествовали рисунки художника. Вот перед вами прекрасный рисунок из собрания библиотеки Перпонта Моргана в Нью-Йорке. Здесь как бы фиксация такой композиционной идеи, которая будет уже воплощена в конкретном живописном натюрморте. А вот натурные рисунки. Франц Снайдерс изображает чаще всего собак, потому что собаки в его рисунках, в его картинах – это живые существа. И если, скажем, элемент натюрморта уже пойманная усопшая рыба, он ее может разложить в своей мастерской, таким образом, как она будет представлена в натюрморте, спокойно писать изображение тушек, рыб или других морских гадов, то живые существа, они не могут долго позировать. И поэтому он делает подготовительные рисунки. Чаще всего, я повторяю, это собаки в различных позах, в различных ракурсах. И вот перед вами как раз прекрасный рисунок из музея Теллорс в Харлеме. И опять же, вот отличительная черта Франца Снайдерса – это то, что он выглядит как типичный фламандский мастер – это удивительное чувство цвета. Рисунок исполнен в технике трех карандашей, так называемой. Красный мел, черный мел и белило. И вот это чувство цвета художнику необходимо даже для такой этюдной, сиюминутной фиксации изображения собаки. Или вот такого рода эскиз тоже. Наброски собак, которые представлены в разных позах, в разных ракурсах, и тоже соединение черного, красного, мелого и белил, они на каком-то уже чисто спонтанном уровне привносят ощущение цвета, которое получает такое последовательное воплощение в натюрмортах Франца Снайдерса. И вот на выставке представлен натюрморт Франца Снайдерса, изображение битой дичи, большого омара, белки, которые грызет орешки, и корзины плетеной с фруктами и ягодами. Это типичное произведение Франца Снайдерса, середина 620-х годов, периода расцвета его творчества. Картина подписная, она присутствует в двух каталогах, написанных разными авторами, и в которых систематизированы практически все достоверные, известные сейчас работы Франца Снайдерса, и она в их числе. Здесь Снайдерс как раз демонстрирует свое понимание жанра натюрморта как изображение красоты монументальных форм избыточного материального мира, которым он восхищается и одновременно предостерегает путем зрителя, путем различных скрытых смыслов, от чрезмерного увлечения, от чрезмерного потребления плодов реального мира, намекая на то, что все-таки высший в жизни человека является его духовный суд. И не случайно художник на первом плане слева изображает белку с орешками. Это традиционный символ трудолюбия, поскольку в книге эмблем камерария, очень известной в ту эпоху, под изображением белки, грызущей орехи, идет текст о том, что Богу не угодны всякие блага, полученные и достигнутые без труда. То есть труд в человеческой жизни является залогом его не только земного процветания, но и близости к истинным духовным ценностям. Но вот такого рода произведения я просто хочу показать в контекст, в котором пребывает картина из собрания «Четы Маургаус». Вот подобного рода натюрморт с очень похожей тушкой битого зайца, фруктами. В данном случае здесь не белка, а обезьяна с кошкой. Вот как выглядит такого рода произведение художника. Или вот еще одна работа, опять все тот же «Битый заяц», «Битая птица» и «Кошка» на заднем плане. Это вот как раз те произведения, которые составили славу фламандского натюрморта и которые оказали огромное влияние на последующее развитие не только фламандского, но и всего европейского натюрмортного жанра и в XVII и XVIII веках. Надо сказать, что Франц Снайдерс много сотрудничал с Рубинсом, но он был не учеником, а он был просто приглашенным ассистентом, которого Рубинс приглашал для написания каких-то ответственных натюрмортных деталей. И живописное мастерство Снайдерса было столь велико, что у искусствоведов перед началом Второй мировой войны, это в Бельгии в основном происходило, сложилось такое настойчивое желание видеть в Снайдерсе как бы главу, творческую главу художественного руководителя рубинсовской мастерской, поскольку в Рубинсе предлагали видеть просто эффективного менеджера, как мы сейчас видим, хорошего аргентского человека и уже английского шпиона, который просто присваивал себе труды Снайдерса. Но что это не так, мы, конечно, прекрасно понимаем, и Рубинс помимо его многосторонней и всесторонней деятельности в разных сферах человеческой активности, все-таки великий художник, сейчас мы это понимаем, но раз в Снайдерсе хотели видеть его как бы аналога, это лишний раз свидетельствует о том, что Снайдерс действительно обладал выдающимся художественным даром. На выставке вы можете видеть вот этот натюрморт с кубком, исполненный Йорисом Ван Соном, который в значительной степени развивал в своем творчестве традиции искусства Снайдерса и подражал своему выдающемуся предшественнику. Вот еще один натюрморт Йориса Ван Сона, так называемый роскошный натюрморт, на котором мы видим и серебряный кубок, и фрукты, и пирог. Это работа из собрания Кизель-Хтенштейнских в Венском дворце. Она прекрасно корреспондируется и типологически, и стилистически, и главное, по художественному качеству, с той работой, которая принадлежит Чите Маургаус и сейчас выставлена в экспозиции музея Нового Иерусалима. Вот еще одна работа Йориса Ван Сона, которая конкретизирует крытый смысл изображения вот этих драгоценных предметов, раковин, персиков, других фруктов. Череп недвусмысленно намекает на бренность и быстротечность всего. Иерусалима с аллегорией «суета-сует» здесь расшифровывается достаточно просто. Теперь Ян Фейт, наверное, второй после Снайдерса по значимости, фламандский натюрмортист. Ян Фейт в молодости посетил Италию, и на него огромное, в частности, в отличие от Снайдерса, он доехал до Рима, и на него огромное впечатление произвели произведения итальянских, преимущественно, мастеров натюрморта, принадлежавших караваджистской художественной традиции. И вот активное использование света, тени, сложные ракурсы, стремление соединить идею предметов, расположенных вдоль первого плана, с каким-то пространственным прорывом, как мы здесь видим, изображение пейзажа прибрежнего на заднем плане. Все это прекрасно демонстрирует данный натюрморт довольно больших размеров, который сейчас находится в одном из западноевропейских частных событий. Вот изображение битой птицы на фоне пейзажа из собрания Национальной галереи в Лондоне. Вот работа, исполненная совместно с Томасом Виллиборцем Босхартом. И Снайдерс, и Ян Фейт часто писали натюрмортные элементы в картинах мастеров исторического жанра. В данном случае Ян Фейт работает с Томасом Виллиборцем Босхартом. А вот перед вами картина из коллекции Мауэр Гаус, которую вы можете видеть на выставке. Это пример зрелого периода, ближе даже к позднему времени творчества художника, так называемая третья манера Яна Фейта. Картина подписная, не вызывающая сомнений в своей аутентичности. И картина, которая во всем блеске демонстрирует характер фейтовского охотничьего натюрморта, фейтовского анималистического жанра. Потому что Ян Фейт по сравнению с Францем Снайдерсом и другими мастерами натюрмортного жанра, он фактически был одним из первых, если не первый, который увидел в изображении битой дичи не предметы Снеди, предназначенной для продажи на рынке или изготовления какой-то пищи для человека на кухне. Он в них увидел прежде всего элементы охоты. Охоты как, ну, некоего увлечения, которое было доступно в ту пору только для привилированных сословий. В данном случае речь идет о том, что во Фландрии в XVII веке заниматься охотой, имели право только дворяне. И поэтому популярность такого типа изображений среди фламандской буржуазии, они имели хождение, потому что, декорируя роскошные интерьеры своих жилищ, фламандские буржуа хотели как-то походить, быть чем-то похожими на аристократов, на дворян. Но на самом деле, как я сказал, заниматься этим престижным видом развлечений, деятельности, охоты никто во Фландрии, кто кроме дворян не имел права. И поэтому Ян Фейт очень активен по сравнению с тем же Снайдерсом, у которого мы видим широкий открытый мазок. Мы видим более такую разнообразную фактурную гамму. С одной стороны, его живопись достаточно прозрачная и плоская с точки зрения фактуры мазка в изображении фона, драпировок. И наоборот, художник всячески обыгрывает живописную фактуру, обыгрывает разнообразие мазков, их темперамент, их движение, направление в изображении каждой детали. Естественно, очень тонко, деликатно, с учетом эффектов света и тени, изображает детали тушек или животных и птиц. И опять же, идея, которую мы наблюдали, порожденной в натюрморсах Снайдерса, это контраст между живыми существами и битой дичью. В данном случае собака, принюхивающаяся к битой птице, тушка кролика. Это, в общем-то, очень типичный и очень популярный образец жанра, интерпретацию которого Янг Фейт внес много-много черт, о которых я говорил. И то, что было очень популярно и оказало огромнейшее влияние на развитие не только фламандского, но и французского, и немецкого, и испанского, и итальянского натюрморта на протяжении второй половины 17-го и всего 18-го века. Вот вы видите, такого рода, вот я просто хочу показать контекст для картины из коллекции «Мауэргаус». Вот натюрморт с битой дичью из собраний, эрмитажа, и опять же собака. И третий художник, вернее четвертый уже по счету, это Франс Эйкенс. Франс Эйкенс – художник, проживший достаточно длинную творческую жизнь, художник, приходившийся родственникам Осиасу Берту Старшему, художнику, представлявшему такую раннюю фазу в развитии анферпанского и вообще фламандского натюрморта. И вот здесь вы видите картину, где мы видим цветы, букет с цветами, но букет с цветами уже не самодостаточный и как главный элемент композиции, как это было у Яна Брейгеля Бархатного и его сына, Яна Брейгеля-младшего. А букет цветов является частью композиции, где мы видим изображение и улиток, и бокала с вином, хотя все проработано необычайно тонко и изящно. Здесь нет того широкого мазка, который отличает работы Франса Снайдерса и Яна Фейта. Вот еще один натюрморт Эйкинса, большая композиция с цветами и фруктами. Вот в центре как бы букет цветов такой, как мы видели в работах Яна Брейгеля Бархатного. Не случайно Эйкинс был связан и с Осиасом Бертом, и с художником иезуитом Даниэлом Сейерсом, который в свою очередь был учеником Яна Брейгеля Бархатного. Вот эта вот несколько архаичная композиционная схема построения цветочного букета, она здесь соединяется с окружением, где мы видим и корзину с фруктами и ягодами, мы видим стол, на котором тоже присутствуют подобного рода типологические элементы. Просто композиция несколько усложнена и кажется немного дробанной. Или вот картина Эйкинса, мне кажется, более органичная с точки зрения своего композиционного пластического решения. Это натюрморт тоже с фруктами, цветами, ремером с вином, который принадлежит коллекции Читы Маургауса, который представлен на нашей выставке. Это довольно большая картина, которая демонстрирует, как брейгелевская традиция, я имею в виду традиция прежде всего цветочных, вот у Яна Брейгеля Бархатного, как она трансформировалась, как она видоизменилась в произведениях мастеров середины и второй половины 17-го столетия, когда цветы стали неотъемлемой частью, но всего лишь частью, я подчеркиваю, большого натюрморта, где мы видим и битую дичь, фрукты роскошные, кувшины изделия, чеканщиков, изображение румора с вином традиционное. Все это, как нельзя, убедительно показывает нам развитие брейгелевской традиции во фламандском натюрморте уже более позднего времени. Я уже неоднократно говорил о том, что фламандские мастера, в частности тот же Франц Снайдерс и Ян Фейт, они часто выступали в качестве соавторов в произведениях других мастеров, прежде всего мастеров пейзажного или исторического жанра. Вот в данном случае мы видим изображение аллегория рождения красной розы, фигурная часть композиции с изображением мифологических персонажей, исполненный Корнелесом Схиутом, очень известным фламандским художником первой половины 17-го столетия, а «Ярлянда цветов» исполнена Францом Эйкинсом с учетом достижения и Яна Брейгеля-бархатного, и Яна Брейгеля-младшего, и других мастеров цветочного жанра, которые с успехом творили на протяжении всего 17-го столетия. На этом я заканчиваю сегодняшний разговор о картинах, представленных на выставке в музее Нового Иерусалим и дальнейшее обсуждение конкретных примеров развития эволюции брейгельской традиции в творчестве фламандских и голландских мастеров 17-го столетия. Мы продолжим на следующих лекциях. Благодарю за внимание. До свидания. Здравствуйте.